Вчера у нас с вами, господа, был шикарнейший стрим, посвященный моему дню рождения. Мы ждали хоть какую-то новость от Rockstar, и, в общем, по итогу мы все-таки ее пропустили. И сейчас хочу восполнить этот пробел и рассказать, что удалось узнать мне, и, собственно, что по поводу будущего обновления. У микрофона Готика, Сократ, погнали! Мы можем с вами по-разному относиться к такому персонажу, как Тесфанс. Однако на GTA Forum за последние 20 часов произошли определенные изменения. Люди начали высказываться о обновлении, которое возможно под названием Траппер. И я потом расскажу, что это такое, и что это из себя представляет. Однако вот слова Тесфанс. Говоря о Траппер, я заметил новые изменения, представленные обновлением Самогонщики, которые предполагают серьезную модернизацию для формирования новой формы, специально созданной для RDO. Вот почему я верю, что это произойдет в следующем обновлении. Кроме того, похоже, что мы получаем новое место. В Чоло Спрингс. И отсюда у меня вопрос. А что такого может быть в этом Чоло Спрингс? Мы съездили и посмотрели. И в конечном итоге на заднем, на фоне этого текста идет видео. Это именно Чоло Спрингс. Оно из себя не представляет вообще ничего. Там есть незнакомец Шей, который дает задание на снижение репутации. Пару зданий, возле которого я сортирую, и в одно здание можно зайти. Там есть сундук, и шкаф, и можно обыскать, и собственно все. А на юге, на юго, даже я бы сказал, в западе Чоло Спрингс, есть небольшое ранчо. И там полностью все закрыто. И амбар, и дом, и так далее, так далее. То есть место существует, но оно ни к чему никак не привязано. Более того, в сюжетке, насколько мне известно, мы никак не взаимодействуем с Чоло Спрингс в целом. Поэтому, вот, ну не знаю. Если Тесфанс в прошлый раз рассказывал о казино, об его открытии и так далее, так далее, я имею ввиду про GTA. И после чего, соответственно, вышло это обновление с казино. Но, указывая на место, в котором он находит через датамайнк или какие-то там другие источники, если он находит какое-то место, скорее всего, действительно, будет что-то привязано к Чоло Спрингсу. Даже если мы не знаем точно обновление, будь это Трайпер или какое-то другое. Трайпер, по крайней мере, с местом геолокации, которая у нас на данный момент известна. Более того, я хотел бы взять вот еще что во внимание. И вот тут самый интересный момент. Что же имел ввиду Тесфанс, когда сказал про Трайпер? Это либо человек, охотник, который ставит капканы. Это либо есть наша будущая новая роль. Либо это человек, который будет давать нам задания. То есть, это квестовый персонаж. Вопрос. Вопрос. Важный момент. Как вы к этому относите? Напишите в комментариях. Я хотел просто порассуждать с вами на эту тему. Я всячески уверен, что обновление должно выйти с 15 июля по 15 августа. И вот какой момент. Мы все с вами знаем, что 3 августа будет встреча с инвесторами. Однако, есть и неофициальная информация, которая поддерживает VideoTag, VideoTage и Insider, на которого он ссылается. Что 6 августа произойдет еще одна презентация от Sony. И если вы говорили, что у майков нет эксклюзивного контракта с роками, и поэтому они не могут на Xbox нам показать что-то, то 6 числа, 6 августа, возможно, на этой презентации нам покажут уже что-то с Sony. Вот такие вот новости. Вот так вот будем следить, что там происходит. Однако, на этой неделе у нас так и нету новостей от Rockstar и окошко все еще висит. Если завтра или послезавтра вылезет какая-то новая информация, я выпущу еще один ролик. И пока вот такая вот информация перед обновлением будет сочиться, буду держать вас в курсе. Если что, это не кликбейтное название, это просто информация для вас. Когда будет четкое указание, четкая мысль, вы увидите это прямо в названии ролика. Все там известно, и все ютуберы, стримеры начнут это обсуждать. На данный момент это лишь только рассуждения с GTA Forms. И Reddit, кстати, на Reddit тоже поддерживают эту тему относительно 6 августа и презентации Sony. Ну и, конечно же, хотел бы сказать огромное спасибо Иванных64АРУС, Виктор Попов, Вовка СПБ, Алексей Котов и другие спонсоры, которые поддерживают канал и можешь стать и ты. Всего от 49 рублей в месяц ты получишь уникальный зеленый ник, а 250 рублей особую роль в нашем Дискорде. Кстати, про Дискорд ссылки в описании, в нем ты можешь найти себе классных друзей, команду для прохождения ПВЕ, ПВП контента. И более того, всегда есть чем заняться с Готикой. Подписывайся на канал, ставь лайки. Ждем с нетерпением нового обновления.